Каждый месяц в Кук Левер появляются десятки новинок продуктов, которые мы с любовью готовим на своих заводах. Иногда это происходит быстро, иногда требует много сил, но результат того стоит. Привет, меня зовут Олеся, я менеджер по закупкам. В этом выпуске мы расскажем вам, как и где мы ищем вдохновение для создания новых продуктов. Создание новинок – это не просто взять то, что есть под рукой. Нам важно продумать продукт от идеи до появления его в магазинах. Идея. Следим за гастротрендами, прислушиваемся к гостям, много путешествуем и любим привозить аудентичные рецепты от коллег по всему миру. Так сейчас готовим к выпуску паназиатскую линейку. Знаем, что многие гости будут рады. Подбор ингредиентов. Здесь нам важно не отходить от главного принципа. Готовим только из натуральных продуктов и не приемлем искусственной добавки. Например, когда создавали красный бархат и макаронс, искали натуральные красители. Оборудование. Да, наши заводы уже круто оснащены, но создание некоторых продуктов требует особого оборудования. Например, во Франции мы увидели чудо-блиницу, которая прожаривает блины с двух сторон. Теперь такая есть и у нас. Пробные образцы и дегустации. И бывает столько, сколько нужно, чтобы понять, все идеально. Например, чтобы выпустить 100 молочных новинок, йогуртов, мягких творожков, сливочных панакот, нужно попробовать от 1000 образцов, чтобы отобрать идеальный вариант. Мы должны быть уверены, что все вкусы фруктового ягодного наполнителя не только вкусно сочетаются между собой, но и с молочным вкусом создают идеальный тандем. И, конечно, чтобы все продукты оставались натуральными. Никаких искусственных ароматизаторов или красителей. Зато как классно потом презентовать гостям самые необычные и неожиданные сочетания. Панакота с апельсиной и мелиссой, йогурт с яблоками и сельдереей, греческий йогурт с гранатом. А сколько всего еще в планах? Такой простор для творчества. Хорошо, что у наших технологов всегда есть вдохновение и хорошие фантазии на такие вот вкусные сочетания. Мы не готовы выпустить продукт готовым на 80%. Это не наш принцип. Если мы что-то предлагаем вам, то уверены в продукте на все 100%. Именно поэтому мы очень долго разрабатывали идеальную ремесленную пиццу. Первые задумки и пробы приготовления пиццы привели к появлению в ассортименте фокаччи, который идентичен по способу приготовления, но выпекается быстро при высокой температуре. Нам пришлось обойти не один итальянский ресторан, чтобы попробовать все и вывести свой идеальный рецепт. Зато теперь мы знаем все тонкости, используем особую итальянскую муку и даже стали замерять по аж воды. Но это очень упрощенная схема. Иногда нам надо проходить по ней несколько раз и в итоге возвращаться на первый этап, чтобы у нас все получилось. Иногда мы заглядываем в кулинарные книги, иногда мы спрашиваем советы у своих знакомых, родных. И также мы ищем рецепты в кухнях мира. Это зависит от продукта. Когда в ассортименте более тысячи номинований, новый продукт выпускать все сложнее и сложнее. Хочется удивлять гостей, хочется создать качественный продукт, бросать себе вызов. Мясо для запекания. Идея была в том, чтобы каждый мог дома приготовить сложное блюдо. Мясо в маринаде. Быстро и легко. Подбирали специальную упаковку для запекания, идеальный маринад, чтобы он не перебивал вкус мяса. Много раз готовили сами, чтобы дать правильные рекомендации вам. Иногда не хватает нужного оборудования. Так было с хинкали. По традициям они делаются вручную. Именно так они не растрескиваются и сохраняют бульон внутри. Но найти столько работников, чтобы приготовить хинкали в промышленном масштабе невозможно. Поэтому из Грузии мы привезли специальный аппарат для лепки хинкали. Он делает это так же, как и мастер вручную. Но позволяет приготовить так много хинкали, чтобы всем хватило. В дегустации продукции участвует несколько служб нашей компании. Первая дегустация проходит, как правило, служба качества на заводе. Далее продукты поступают к нам в офис, чтобы мы могли оценить качество продукции до того, как она ушла по сети. У каждого продукта есть свои критерии, по которым мы выставляем оценки. Продукт с самыми низкими оценками в торговую сеть не попадает. У нас очень много планов и нас ждет развитие по всем нашим направлениям. Бакалеи, готовая еда, охлажденная мясопродукция, молоко, колбасные изделия. Все новинки проще всего отслеживать в разделе новинки в мобильном приложении или на сайте Кул Клевер. Я очень люблю продукции мяснов. Над каждым продуктом трудится целая команда. И была рада, когда появилась утка с яблоками. И сама была подчастлива к созданию этого продукта. Теперь вы знаете, какой долгий путь проходят продукты от создания до вашего стола. Желаю открывать вам новые вкусы чаще вместе с нами. И пусть ваш четверг будет добрым. Продолжение следует...